Знаете, я тут недавно подумал между мастурбацией на скандалы наших ютуб знаменитостей и мастурбацией на неудачи отечественного кино, что рыбы никогда не попадут в рай. Или даже придумал теорию и готов ее даже доказать. Давайте вспомним времена, в которых мы, естественно, все были. Во времена Иисуса, когда Иисус ходил по земле, когда совершал всякие чудесности. Но самое интересное, что Иисус еще ходил по воде. И в те времена люди одевались только в робу. Ну, Иисус сам был одет в робу, просто ткань, которая на нем висит. И, естественно, это не закрывало его гениталий. И когда он ходил по воде, люди кричали «Ура! Ура!». А рыбы смотрели и проклянили все существо, все свое существо, все мирское существо. Также Иисус превращал воду в вино. А как нам известно, не надо быть геологом, что рыбы в вине не живут. И поэтому рыбы прокляли Иисуса. Но после того, как он поднялся на небеса, ему батя сообщил, что его прокляли. Ну, а Иисус, он не любил такое. Вспомните все изображения, где есть Иисус. Он всегда недоволен чем-то. Он всегда ищет того, кто сказал, что-то про него плохое. И поэтому он запретил рыбам попадать в рань. Вы знаете, я думаю, здесь все намного глубже и намного интереснее. Скорее всего, скорее всего, Иисус узнал, что его прокляли во время жизни. Ведь он был сыном Бога. И он знал все. У него могло быть все. У него мог быть даже самый знаменитый видеоблог, если бы он захотел. Но он этого не захотел. Он захотел, чтобы ему проститутка помыла ноги, а потом его распиленная крестьяна. Ну, так вот. Я думаю, он узнал о том, что рыбы его прокляли. И в момент своей жизни запретил им попадать в рань. И поэтому рыбы все вместе собрались и подговорили. Подговорили римлян, подговорили всех людей, которые были впоследствии против Иисуса. И Иисус распяли. И сейчас мы имеем культ личности, культ личности Иисуса. Из-за чего произошел геноцид. Куча людей. Воины. Взятки. Идиотизм законодательства. И во всем видоваты рыбы. Я предлагаю сейчас, я предлагаю сейчас всем людям объединиться, всем разумным, рациональным людям объединиться и дать войну рыбе. Предлагаю уничтожить эту мразоту. Потому что именно из-за них мы сейчас видим одну из самых сильнейших движущих сил на планете Земля. Эту религию, которая поклоняется Христу, которого распяли на кресте из-за того, что он не понравился рыбам и они его прокляли. Рыбы всему виной. Вот мы и все. Копаемся в себе. Ищем утренних демонов. А надо просто посмотреть в рейку и увидеть настоящих демонов. Которые привели нас к этому. И в этом мире нам еще жить. В этом мире нам еще жить. Так что дадим бой рыбам.